МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы знаем, что есть телескопы с линзами и зеркалами. Есть радиотелескопы, некоторые работают на орбите Земли. Но, оказывается, есть и подводные телескопы. Именно такое оборудование в данный момент устанавливают на льду озера Байкал. Российские ученые исследуют космос из-подо льда. Парадоксально, но именно опустив сверхчувствительные зонды в воду, можно исследовать потоки нейтрино. Сейчас придется создание установки объемом порядка кубического километра. И именно эта установка уже будет способна регистрировать астрофизические нейтрино сверхвысоких энергий, которые приходят к нам из дальнего космоса. Нейтрино — это вторые по количеству во Вселенной элементарные частицы после фотонов. Триллионы их, летящих из разных уголков Вселенной, ежесекундно проходят сквозь наши тела. Чтобы улавливать большие объемы нейтрино, нужны специальные оптические зонды. Это стеклянные сферы, внутри трубчатые фотоумножители и датчики. Таких зондов опустят под воду почти три сотни, причем на глубину полтора километра. Данные от них будут два месяца собирать, а затем около девяти месяцев обрабатывать и компилировать в один массив. Информация затем поможет объяснить разнообразные процессы, которые протекают во Вселенной, причем даже за пределами нашей галактики. Ядерная реакция без ядерного реактора. Ученые из компании Tokamak Energy сообщили, что смогли создать плазменный реактор, температура в котором может достигать 100 миллионов градусов. Это достижение очень значимо для энергетики. В подобных плазменных реакторах может происходить управляемый термоядерный синтез. В ходе процесса, как и в случае со взрывными ядерными реакциями, выделяется энергия. Только это значительно безопасней. Трагедии Чернобыля или Фукусимы не повторятся. Британские ученые утверждают, что при температуре свыше 100 миллионов градусов молекулы Трития и Диэтерия сталкиваются. Результат – гелий и нейтроны, то есть энергия. Если продолжать совершенствовать небольшие сферические реакторы для получения высокотемпературной плазмы, то ядерная энергетика может стать по-настоящему безопасной уже через пару десятков лет. Эта технология могла бы стать решением серьезной проблемы истощаемых ресурсов углеводорода и загрязнения окружающей среды. Примерно к 2050 году она может широко применяться по всему миру. Впрочем, в Министерстве энергетики Великобритании не слишком оптимистичны. У чиновников есть сомнения, что технология Tocomac Energy сможет привлечь достаточные инвестиции. Они не всегда успевают создать обещанное в срок. Да и можно ли прогнозировать подобные научные открытия? После того, как международный многомиллиардный проект International Thermomolecular Experimental Reactor зашел в тупик, несколько компаний стали заниматься разработками в области управляемого термоядерного синтеза самостоятельно. Хочется верить, что одной из них и в самом деле удастся положить начало безопасной ядерной энергетике. Новый вид транспорта придумали в США. Компания Kitty Hawk Corporation накануне представила Flyer. Это своеобразный гибрид дрона, мотоцикла и катамарана. Flyer создан по схеме гексокоптера. Шесть винтов вращаются и поднимают аппарат с помощью энергии электричества. Flyer одноместный, посадка почти как на мотоцикле. Летательный аппарат может использоваться только над водой в целях безопасности. Максимальная высота полета около 4,5 метров. К слову, для управления им по законам США не требуются лицензии пилота. Представители компании сообщили, что это прототип. Запуск в серийное производство и начало продаж стартуют в конце этого года. Смотрите хай-тек на Хабаре 24 и на сайте телеканала. Пишите нам, если вы изобрели что-то полезное или основали технологичный стартап. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин